Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио Болтком «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня продолжаем разговор о том, будет ли жизнь после кризиса и какая она будет. И у нас на прямой связи по скайпу Александр Васильев, директор Балтийского форума. Внимательный наблюдатель за событиями, который регулярно сообщает о новостях с фронтов борьбы с коронавирусом. И в особенности о том, как государство приходит на помощь своим жителям и гражданам в эти минуты и в эти дни. И, наверное, за неделю, которая прошла с нашей предыдущей встречи, у нас есть две новости. Одна хорошая – это то, что парламент принял решение о том, что выплачиваемое пособие не может быть менее 180 евро. Ну и одна не очень хорошая – это то, что безработица, к сожалению, растёт. Количество людей, которые выходят на биржу труда, увеличивается. И с этим, наверное, что-то надо делать. Вот эти, наверное, темы мы сегодня и постараемся осветить. И со своей стороны ждём ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, для того, чтобы услышать ваше мнение о том, как вы сегодня справляетесь со своими финансовыми обязательствами. Есть ли у вас ещё какие-то запасы, которые вы можете тратить в следующие месяцы. Ну и какие сценарии вы рассматриваете для дальнейшей своей жизни, в том случае, если вы потеряли работу или ваш объём работы значительно сократился. Александр, добрый день. Добрый день. Итак, хорошие новости. Чем можно порадовать радиослушателей в текущий момент? Ну, вы, Люся, начали с проблемы безработицы и упомянули, естественно, по пособиях и простоям. Они, в принципе, две проблемы. Они связаны между собой. И здесь можно найти как положительные, так и отрицательные моменты. Положительные, вы уже назвали, значит, кошки пособие по запростою постепенно отрезают хвост по частям и как бы есть, должно быть вроде как лучше. Но количество получивших пособие за простой, вот последние данные на вчерашний день, это наёмные рабочие вместе с теми, которые самозанятые, только 30 тысяч человек. В прошлый раз мы называли сумму людей, которые попали в затруднительное положение, порядка 450-60 тысяч и 30 тысяч. Вот это вот та как бы вилка, в которой живёт простой человек, ну, простой ладвец как таковый. И если говорить о безработице как второй части, то, конечно, первая проблема началась уже с конца прошлого года. Я сейчас хочу называть эти проценты, если надо будет, мы к ним вернёмся. Но что стало замечательным и очень негативным моментом, это то, что безработица стала очень быстро расти. И официальных данных пока нет за апрель месяц, последние данные на конец марта. Но те неофициальные данные, которые есть, каждую неделю безработица растёт небывалыми темпами от 2,5 до 3 тысяч человек ежемесячно. И уже появилась цифра, что на конец апреля, она должна появиться официально через несколько дней, количество безработных увеличится в апреле на 10 тысяч человек. Это очень много для Латвии и очень тревожная картина. Ну, вот пособие по-простою, да, то есть есть у нас как бы общая какая-то картина, есть конкретные случаи, как это пособие выплачивается. Вот сейчас мы попробуем связаться с нашим тоже экспертом Георгием Николаевичем Монокандиласом по телефону. Наш звукорежиссёр Евгений Копеин попробует набрать его по телефону, и чтобы он нам рассказал о том, как его компания обращалась за этим пособием и как она его получила. Сейчас мы ждём соединения. И, в принципе, вот интересно, что у нас эта история длится как бы очень долго. А перед нами есть пример Германии, где вот согласно агентству Bloomberg мэрия Берлина выплатила миллиард триста миллионов евро малому бизнесу и самозанятому, обработав 140 тысяч заявок в течение всего нескольких дней. В столице Германии проживает более трёх миллионов семисот тысяч человек, но в целом можно сравнить с масштабом Латвии, отмечают информаторы. Многим бизнесам в Берлине помощь была перечислена в течение 24 часов с момента подачи заявки. Вот это сообщал я в своём блоге Вячеслав Домбровский, депутат Сейма. Вот. А у нас получается, что, ну вот эти 30 тысяч человек фактически их обслуживали в течение месяца, да? В течение месяца. Да. У нас на связи Георгий Николаевич Монакандилов. Добрый день, Георгий Николаевич. Здравствуйте, Людмила Борисовна. Вот пособие за простой. Насколько сложно было его получить и все ли люди, которым Вы просили это пособие, получили его? Да, получили все те 11 человек, которые были заявлены и не было никаких проблем. Я должен отметить, совершенно в течение, ну на следующий день уже были оплачены, выплачены все деньги. Ну то есть фактически мы, как мэрия Берлина, можем сказать, что... В нашем случае, да. Правда, были дополнительные вопросы ещё заданы, и мы написали ещё на следующий день дополнительное объяснение, потому что мы только половину сотрудников отправили на простой, на декставы, и они попросили точнить, каким образом организована работа. И как это произошло, что действительно уже в тот день, ещё не дожидаясь объяснений дополнительных, деньги были перечислены в полном, считаю, объёме. Георгий Николаевич, вот по организации работы, то есть их служба госдоходов интересовала, почему не все работники ушли на простой? Ну да, надо было объяснить, почему так у нас... Ну реально у нас действительно... Ваша компания занимается перевозками, да, Эркс? Компания Эркс занимается перевозками. Экспедиция, перевозки, тут ещё несколько машин осталось, и оформление транзитов. Вормление транзитов действительно у нас упало на границы, но наши компании экспедиции очень резко... Снизились объёмы перевозок. Да, снизились, да, поскольку мы на среднем озере грузы... И тот остаток, который у нас, работа, которая есть, это достаточно, и то не в полную меру, оставшимся работникам. Георгий Николаевич, ну вот обсуждая пособие за простой, иногда говорят о том, что, ну вот, недобросовестные предприниматели могут воспользоваться добротой государства и попросить, значит, это пособие для всех работников, невзирая на то, ну работают они или нет, действительно ли упал настолько объём работы или нет. Но вот в вашем случае вы, как бы, очень добросовестно и честно отнеслись к этому. Ну абсолютно, если есть работа, её надо выполнять, то мы не можем куда-то спрятаться и подпольно её заполнять. Ну да, получать пособие, а самим работать, да. Да, конечно, да. Ну и ваши взаимоотношения с налоговой инспекцией всегда были более-менее корректными, и поэтому... Все налоги мы платим, ну не вперёд, а вовремя, и задержек у нас никогда не было. Понятно. То есть вы, так сказать, белые и пушистые, поэтому никаких пособий, ну проблем у вас и не возникло. Ну да, да. Даже удивительно, что это было буквально на следующий день. Да. К вечеру уже были перечислены все деньги, да. Георгий Николаевич, а вот ваш сценарий жизни после кризиса, как вы ожидаете, в какие примерно сроки восстановится ваша деятельность и сможете вернуться в полном объёме к работе? Вы знаете, ну дать ответ какой-то совершенно конкретный определённый, это сложно. Но тем не менее, в то же время мы в поисках не то чтобы новой работы, но как бы мы показываем, что мы существуем, наша компания существует, готова работать, продолжать, и какую-то информацию сотрудники рассылают. Ну, может быть, это для кого-то будет как спам, могут это понять. Воспринять, да. Да, воспринять, да. Но тем не менее, мы считаем, что тут в кризис надо не складывать ручки и опускать крылья, наоборот. В 2008 году, 2009, после такого годового упадка, годового, да, к концу года следующего мы вполне нарастили объёмы своей работы и пошли вперёд. Ну, то есть, ваш прогноз, что мы будем выбираться примерно год? Я думаю, что да, в лучшем случае, конечно, да. Хорошо, спасибо, Георгий Николаевич. Мы вас поздравляем с тем, что ваши сотрудники получили это пособие по-простою. Надеемся, что работа восстановится и не надо будет обращаться за такой кризисной помощью. Спасибо вам. Очень надеюсь, да, спасибо большое вам. До свидания. Ну вот, Александр, такие хорошие вести у нас с полей имеются от службы госдоходов. Она тоже, как и мэрия Берлина, в 24 суток, в суточный срок, вернее, рассматривает заявки и удовлетворяет их. Хотя и запрашивает какие-то дополнительные... Я просто боюсь сейчас сглазить, что не появятся звонки как раз в противоположном содержании. И вы упомянули, Люся, насчёт, значит, премьер Берлина, но мне хотелось бы тогда уточнить, какая служба социальная занималась в выделении пособий. То ли это социальная служба помощи населению, которая обычно выплачивает пособия, либо это, как в нашем случае, занималась налоговая служба, которая занималась не совсем привычной своей работой. И поэтому, в первую очередь, она смотрела на все проблемы выплаты со своей колокольни, со своей точки зрения. И поэтому она, в первую очередь, высчитывала и налоговые льготы, потому что у ней появилась уникальная возможность. Она могла сейчас разобраться со всеми своими должниками, и это как раз тот самый момент. Что касается длительности, тут надо не согласиться с нашим коллегой по какой причине. Я думаю, что есть, конечно, специфику транспортных фирм, в отличие от тех предприятий, которые занимаются гостиничным бизнесом, туризмом, отдыхом, даже торговлей. Они могут открыть свой магазин или гостиницу, или ресторан уже на следующий день. Будут ли те туристы, и в основном доход они получали от иностранных туристов, приедут ли они? Вот здесь большой вопрос, и, скорее всего, вот этот год потребуется, чтобы выйти на те объёмы, которые были в начале года. Что касается того, что пособие «простой», тут всё-таки я слежу с тем, какая цифра среднего выплаты среднего пособия. И она, по моему великому сожалению, не растёт, а даже несколько сокращается. Вот последняя цифра на вчерашний день, она уже не 257, а 250 евро. Вроде бы как повысили нижний уровень, а средняя выплачивается по-прежнему та же. И вот это вызывает возможность опасения того, что мы в результате, в конечном итоге получим вот этих людей, которые остались, даже не семьи, которые остались без фактически дохода. И ещё одна цифра. На пособие «за простой» выделено, зарезервировано сейчас правительством 100 миллионов евро, а за месяц выплачено 7,5 в вчерашнему числу. Вот сравните эти цифры и цифры, кому было выделено, и цифры выплат как таковых. И я не удивлюсь, если налоговая служба по результатам всей этой программы скажет, что мы сэкономили большие государственные средства. Вот она, радость. И будет факт, фактически будет основание для выплаты премий работникам. Я не чуточки не сомневаюсь в профессионализме работников службы государственных доходов. Они делают нужную профессиональную работу. Но это не их функция. Раз. И, наверное, здесь подходить полностью, ну как бы детально к выполнению каждого пункта законов и пытаться, значит, отсечь, как говорится, тех, кто не платил налоги или тех, кто не подходит под строгие нормы, до сих пор строгие нормы исключений на начисление налогов. Вот это, наверное, неправильный подход во время кризиса и во время карантина. Хорошо. Есть еще одна тема, которую я смотрела в стенограммах Сейма, она активно обсуждалась. Это оплата труда в государственном аппарате чиновникам и так далее. Мы понимаем, что к государственным служащим относятся, например, и медики, и полицейские и так далее, у которых объем работы не только не сократился, но и увеличился. Однако вопрос о том, как кормить армию чиновников и в особенности какими, так сказать, дополнительными премиями и вознаграждениями их, так сказать, стимулировать, он, тем не менее, в общественном пространстве обсуждается. И к этому нет однозначного такого подхода. То есть мы помним, что премьер-министр Каринш отметил, что, возможно, сегодняшняя ситуация работы удаленной многих чиновников показывает, что в этом аппарате можно произвести значительное сокращение. А с другой стороны, есть точка зрения министра среды и регионального развития ПУЦ, который считает, что чиновники – это наше всё, и уменьшать их оплату труда ни в коем случае нельзя. Вот что мы видим в других странах, какой подход мы наблюдаем у них в этом вопросе? Ну, во-первых, надо понимать, что чем меньше страна, тем больше будет удельный вес тех средств, которые будут выделены на оплату чиновников. Просто есть государственные функции, которые надо выполнять. И поэтому здесь часто сравнивать, если сравнивать, то надо такие государства, которые сравнимы по территории, по количеству жителей, по своему развитию и только так. И всё равно это будет очень приблизительный подсчёт. Что же касается тех, вы абсолютно правильно заметили, что среди государственных служащих очень много медиков, полицейских и тех же учителей. И количества управленцев, в принципе, не так много, как таковое. Около 12 тысяч человек у нас, чиновников, да. Да. Я бы несколько здесь проблем поставил под другим углом. Это как я сам в своё время пять лет проработал на государственной службе, то я прекрасно понимал, что проблема может быть не в том, как оплачивается работа чиновников, а в том, насколько сейчас, в настоящее время, велика, значит, конференциация оплаты рядового чиновника с тем, того же, в данном случае, инспектора налоговой, значит, налоговой службы, с кем имеют дело предприниматели. И руководство. И здесь сейчас зарплаты отличаются не на какие-то проценты, а отличаются в разы. И получается в среднем, что чиновники получают очень приличную зарплату. На самом деле вот эта дифференциация между руководством и, значит, простыми служащими проходит очень большая. Что касается нынешнего кризиса, то удовольство жителей Латвии возникает немножко в другом варианте. Вот, в принципе, премьер Каринч, он прав о том, что удалось, скажем, с помощью удаленного руководства сократить какие-то расходы государственного аппарата. Кстати, по МИДу, по-моему, сократило, за месяц удалось сэкономить 200 тысяч только на одних командировках. Это очень хорошо. Сразу следует после этого решение о примировании 126 работников на 44 тысячи. Вот это как бы одна картинка к тому, насколько мы можем сэкономить и куда эти деньги пойдут. А что вызывает особое, конечно, неудовольствие. И вы, Люси, здесь абсолютно правильно говорили о той дискуссии, которая прошла недавнее в том же нашем парламенте. Это то, что расходы на репрезентацию всех, особенно высших руководителей, они никуда не делись. Нет самих мероприятий, а немало средств на репрезентацию, на то, чтобы люди могли, скажем, решать какие-то добавки и премии, сохранились. И это естественно. Есть страны, в которых руководители пошли на то, чтобы они стали снижать зарплаты, демонстративно показывая, что народ вместе с народом. Но вот те репрезенты, которые появились, может быть, вы видели на латвийском телевидении де-факто, они говорили как раз об обратном, что министерства стали выплачивать премии своим работникам. Конечно, возможно, нагрузка их возросла, но, наверное, это не то время, когда ты идёшь как в раздрай со всем обществом. И появляется впечатление такое, что вот эта вот каста чиновников живёт как бы в параллельной реальности в своём зазеркале. Вот этого не должно быть. А в целом, конечно, достаточно можно говорить о том, что управление в достаточной степени профессиональное, но оно не должно отрываться от общества и от проблемы общества. Ну, проблема общества, вот если мы говорим о безработице, то это трудоустройство этих людей, которые остались сейчас без работы. И, как мы говорили и с экономистом Евгением Зайцевым, и с другими экспертами, многие отрасли, ну, практически они не восстановятся в полном объёме на докризисном уровне. И фактически речь должна идти о переквалификации работников и, соответственно, занятии их в других отраслях. Вот видите ли вы сегодня у правительства какие-то сценарии будущего? То есть на какие отрасли оно готово делать упор? Каким отраслям оно готово помогать? Ну, как бы, может быть, инвестировать какие-то средства в то, чтобы помочь этим отраслям быстрее набрать обороты и выйти на какие-то новые рынки, чтобы восстановиться и увеличить объём производства? Я хотел бы, Люси, ещё вернуться назад к безработице, чтобы продемонстрировать конкретную тифру. По данным нашей государственной инвестиционной занятости, средняя длительность нахождения в безработном в марте месяце составляла 141 день. И 38,8%, почти 40% — это люди, которые старше 50 лет. Вот этот, может быть, в обычные какие-то годы вот это вот нахождение безработного в статусе безработного и получение пособия было бы достаточно как бы ненормально, но допустимо, то в настоящее время, в период кризиса, ясное дело, что это время увеличится, и люди, которые уже находятся в возрастной группе, они практически будут не в состоянии адекватную работу на себя найти. Что касается нашего правительства, официально только заявлено о том, что государство будет реализовывать серьёзные инфраструктурные объекты, и один из этих объектов — это Реал Балтик, в который, по крайней мере, пока общий бюджет — 5,8 миллиарда евро. Это громадная сумма для этого проекта, и через это возможно будет привлечение и специалистов, и работников, и людей, и, может быть, не только связанных с транспортом и со строительством, но и с другими отраслями, в том числе и производственной. Что получится? Наше правительство, оно, в принципе, как бы, оно стоит в стороне и инвестирует в конкретные проекты. Но я бы здесь единственное, что мог посоветовать только, что, в принципе, пришло время, и это тенденция во всём мире, что надо прекратить стимулировать сферу оказания услуг, а больше вкладывать в предприятия, которые занимаются производством. Наша пропорция в Латвии — это 65 против 35. 65 приходится на сферу услуг, и она сейчас полностью. Это касается и сферы транспорта грузов, и оказания финансовых услуг, а особенно гостиничный бизнес, отдых, значит, туризм. Это всё находится в очень большом упадке. И если мы сейчас хотим выйти, то, наверное, сферы, которые занимаются производством, и, наверное, если через программу «Альтум» получат предприниматели конкретного производства, я могу назвать здесь, в первую очередь, фармацептика, которая особенно сейчас, значит, будет востребована. Это тоже, значит, работа, пускай самая большая доля экспортного нашего до сих пор — это переработка и продукты из древесины. Это электротехническая продукция и продукция машиностроения. Это, в принципе, они находятся в десятке самых экспортно производимых товаров. Вот если мы сейчас, и правительство сделает максимум того, что получит дополнительную поддержку через вот эти программы как наши, так и из европейских фондов в производственную сферу, то более или менее нам удачно и быстро удастся выйти на, по крайней мере, докризисный уровень. А видите ли вы эти упреждающие меры со стороны правительства? Или оно сейчас пока всё-таки действует реактивно на события, реагирует, может быть, даже иногда с запозданием? Ну, например, если мы говорим о производстве масок или дезинфекторов, в конце концов в Латвии было развернуто производство и того, и другого, но на момент разгара кризиса мы всё-таки ещё ждали, что и то, и другое нам доставят откуда-то, ну, в первую очередь, конечно, из Китая. Вы совершенно верно сказали про фармацевтику, и я думаю, что сейчас Евросоюз будет, наверное, очень внимательно смотреть на эту сферу, потому что выяснилось, что и лекарственные формы, и исходные компоненты для многих необходимых в данный момент лекарств, в том числе антибиотиков, опять-таки выпускаются в том же самом Китае, да, и фактически, ну, Европа полностью отдала своё здоровье в чужие руки, и, наверное, это неправильно, но и следовало бы восстановить на европейских заводах производство таких необходимых лекарств. Да что там говорить о Европе, в Соединённых Штатах Америки произошёл скандал, и в Конгрессе специальные были слушания, когда они выяснили, что 90%, более 90% антибиотиков производятся в Китае, а сырьё на 80% сырьё для всей медицинской промышленности, для тех фармацевтики, и это в богатых Соединённых Штатах Америки. Что касается, у меня данные только на начало апреля по поддержке предпринимателей, по программе «Альтум», то было подано всего лишь 102 заявки общей суммы на 49 миллионов евро, хотя общая сумма программ «Альтум» — 1 миллиард. То есть, опять же, это меньше 5%. И я пока не слышал в свободном доступе информации о том, что уже были выделены деньги под эти программы. К сожалению, как всегда, существует определённое временное пространство от того, когда заявку подготовят, когда её подадут, как её неторопливо рассмотрят и по результатам выделят эти деньги. И я боюсь, что так же, как с пособием по запростой, когда руководитель налоговой нашей службы Яунземы сказал о том, что отметила, что после того, как они поданы, заявки на выплату пособия, 40% заявок они всё равно отвергают. Я боюсь о том, что и по программе «Альтума» далеко не все поданные заявки будут удовлетворены. И здесь, конечно, вот, наверное, было бы очень интересно, если бы наше правительство регулярно бы, так как это делается пособием запростой, каждый день отчитывалось, а сколько же выделены и на какие средства, на какие программы конкретные выделены средства, государственные кредиты, займы и кому выделены конкретные, скажем, налоговые каникулы и кто и как потом это использует. И мы тогда сможем проанализировать и дать конкретную ситуацию тому, что будет тогда через несколько месяцев, через год, а может быть, действительно, Латвия с нашей развитой фармацевтикой выйдет на лидирующие позиции в Европе. И последнее, что меня радует, что всё-таки выделено, по-моему, 25 миллионов евро на развитие науки. И мы прекрасно знаем, как у нас были разработаны те же препараты, если говорить о медицине, которыми мы до сих пор гордимся и в каком бедственном положении все последние годы находились научные учёные, научные исследователи в этой сфере. Может быть, сейчас наконец-таки до нас дошло, что не только производство, но и в науку, и в образование надо также вкладывать, как и мы поняли, как надо вкладывать и в медицину. Ну, кстати, по поводу программ «Альтум», насколько я сейчас в курсе, в этих кризисных займах и госгарантиях требуется софинансирование со стороны предприятия, которые подают заявку. То есть, ну, подход этот по-прежнему старый, да, то есть предъявите, как бы, вашу платёжеспособность, и мы, может быть, вам подставим плечо. А речь сейчас должна идти о том, что государство, как бы, выделяет приоритеты, и в рамках этих приоритетов выделяет средства, ну, как бы, целевое финансирование для того, чтобы эти новые производства поднять. Потому что, ну, это очень крупные программы, это программы стратегические, и вот если эта стратегия есть, и государство, как бы, финансирует её, и Евросоюз тоже в больших масштабах её финансирует, тогда мы можем рассчитывать на какой-то результат. А отдавать всё это на, так сказать, волю предпринимательства и свободного рынка, это такая иллюзия, что рынок сам собой всё разрулит. Мы видим, что рынок сам собой ничего не разруливает или очень мало разруливает, и реально вот нужны такие, ну, так сказать, меры государственного участия для того, чтобы какие-то процессы запустить и сдвинуть с мёртвой точки. И, кстати, о Рейл-Балтика в данном случае, я бы, вот, например, не была такой оптимисткой, поскольку этот проект, ну, помимо того, что он, конечно, очень ёмкий финансово, он сегодня не имеет такой серьёзной финансо-хозяйственной поддержки, потому что Эстония уже сообщила, что она не заинтересована в Финляндии, ещё раньше сообщила о том, что она не заинтересована. А по всем проектам, в общем-то, грузовая база этого железнодорожного коридора, она рассчитывалась именно на Финляндию. То есть это страна, которая генерирует большой грузопоток собственный, вот, как раз за счёт своего собственного производства, вот, и эти грузы можно было бы теоретически отправлять по железной дороге, хотя непонятно, почему морская страна Финляндия выберет более дорогой и транспорт, чем привычный для неё морской, для того, чтобы свои экспортные грузы доставлять. Поэтому есть ещё один сомнительный момент в проекте Рейл Балтика, это то, что фактически в результате реализации его первого этапа нужно разворотить полцентра Риги, а это стоило, ну, по старым, по подсчётам старого состава Рижской Думы, свыше 350 миллионов миллионов евро собственного финансирования Рижской Думы, и если мы смотрим сейчас на возможности Рижской Думы выделить эти деньги, то они тоже очень вызывают большое сомнение, поскольку заработная плата людей снижается, соответственно, сбор по доходам и налогам с населения снижается, и доходы рижского бюджета тоже упадут, соответственно, и возможности профинансировать такие крупные работы в центре города у Риги не будет, поэтому всё-таки я бы согласилась с вашим мнением о том, что нужно развивать производство, и здесь у государства должен быть свой такой стратегический подход, который, к сожалению, до сих пор был нам не очень свойственен, да, то есть кризис 2008-2009 года вызвал рост экспорта латвийского как раз не потому, что правительство старалось этому помочь, а потому, что предприниматели нашей страны пытались найти для себя варианты выживания, и, конечно, когда внутренний рынок слопнулся, они вынуждены были искать эти внешние рынки, они их нашли и успешно, так сказать, освоили новые для себя направления, в то же время дав государству источник роста ВВП. Вот история успеха по Валдису Домбровскису, к сожалению, она была таким экспериментом над нашим населением, которое вызвало отток жителей из страны, и сейчас правительство действует немножко в другом ключе, оно хотя бы декларирует то, что оно готово помогать жителям, помогать предпринимателям, да и уезжать-то, собственно говоря, некуда, потому что во всех странах, охваченных пандемией, ситуация в экономике тревожная, и новые рабочие руки они вряд ли сейчас будут принимать. нам важно сегодня, наверное, создать какие-то инструменты для того, чтобы люди, оставшиеся без работы, нашли для себя другую работу, и как вы верно отметили, здесь возникает вопрос о людях 50+, которые как раз больше всего составляют удельную массу безработных, длительно безработных, и эта проблема не сегодня возникла, она возникла очень давно, и, к сожалению, вот те программы помощи длительным безработным, которые предоставлял Евросоюз в предыдущие годы, они были потрачены достаточно бездарно, то есть на какие-то такие неважные курсы, на консультации в огромном количестве они были потрачены, но вот то, что реально давало эффект, это практика на рабочем месте, вот на эту часть деньги были выделены в очень небольшом объеме, и сегодня, наверное, следует еще раз переоценить эти программы, посмотреть о том, что в них работало, и что не работало, для того, чтобы более разумно распорядиться деньгами, в том числе полученными на финансирование вот этой кризисной ситуации и выхода из кризисной ситуации, для того, чтобы более разумно и эффективно использовать деньги для создания этих новых рабочих мест для людей, которые, к сожалению, свою работу потеряли. Вот. И будем надеяться, что так оно и произойдет, Александр, как вы думаете? Я бы вернулся вот к этой теме, которую, Алиса, подняли об истории успеха по Домбровскому. Тогда было ясно о том, что выход видели чисто в монетарной, как бы жесткой монетарной политике. Сократить государственные расходы, сократить количество чиновников таким образом по возможности сократить зарплаты и из этой ситуации выйти из кризиса. И это было понятно, это был сделан выбор правящих политиков, с ним можно было не соглашаться, можно было против него протестовать, но все было предельно ясно, понятно и откровенно. Она была людоедская, но она была вот такая открытая. Сейчас же ситуация получается о том, что правительство взяло, причем при... Александр, извините, я вас перебью, людоедская она была не в том, что мы чиновников сокращали, а в том, что люди, которые попали в ипотечные долги, вот им никак не помогли и никак эти обязательства не были реструктуризированы, и это вызвало как раз вот это бегство и голосование ногами. В этом плане она была людоедская. В этой ситуации получается сейчас те же политики, фактически те же партии находятся у власти, но они принимают фактически противоположное решение, и они идут навстречу населению, но идут навстречу так, что получается, что... о чем мы говорили об этих цифрах, что только там 5-7-10% кто-то нуждается, получает эту помощь, и то в очень мизерных моментах. И получается как бы люди видят, простые наши латвийцы, соотечественники видят, что ну вот какая-то такая, я не хочу сказать уличность, но по крайней мере какая-то неисполнительность. И поэтому меня очень встревожили на прошлой неделе публикованные данные социологического опроса, которые свидетельствовали о том, что как только ограничения на выезд из страны будут сняты, до 33%, а это третья часть активного населения готовы выехать на работу за рубеж. И это при том, что сейчас далеко не все вернулись в Латвию наши гастарбайтеры. И выходит, что вначале уехали наиболее активные, наиболее подготовленные, потом наиболее востребованные, которые хотели заработать, а сейчас выезжают, собираются выехать и те, кто окончательно потерял надежду в то, что наше латвийское государство способно в кризисной ситуации, в очень тяжелой ситуации по-настоящему пойти навстречу или бы сделает это чисто формально. И в этом есть большая опасность нашего будущего, будущего развития, скажем, через полгода, через год и на более длительную перспективу. Да, ну, мы подвели итоги ситуации борьбы с кризисом и пришли к выводу, что жизнь после кризиса будет, если будет стратегия, направленная на то, чтобы страна развивалась и отрасли, которые в стране исторически имели перспективы и достижения, получили, наконец, поддержку от государства и реальную финансовую помощь. Будем надеяться, что наши политики все-таки будут действовать проактивно и мыслить стратегически, а в следующей программе подоплека мы вернемся к нашему четвертому олигарху господину Мироне, переписка которого недавно была опубликована в интернете и вызвала большое недовольство генеральной прокуратуры. Почему и как это произошло мы узнаем в следующий четверг, а с вами была автор и ведущая программы Людмила Прибыльская и наш эксперт директор Балтийского форума Александр Васильев. Всего доброго!